И обо всем подробнее. Глава Северного Казахстана посетил окраины Петропавловска. Ерик Султанов интересовался, сколько домов находятся в зоне риска и какие меры принимаются. Пообщался с горожанами и заверил, ситуация на контроле. Репортаж Ирины Панфиловой. Сегодня под угрозой подтопления окраины и микрорайоны Петропавловска. И свою поездку в Акимобласти Ерик Султанов начинается осмотр зон риска. Это рабочий поселок. На улице Караванная уже не первый день коммунальщики откачивают талые воды с проезжей части. По словам градоначальника Марата Тасмаганбетова, такие лужи здесь не только в половодье, но и в сезон летних дождей. У нас готова проектно-смертная документация. Здесь две магистральные улицы. Это улица Украинская и Панфилова. На 182 и на 184 миллиона деньги. И здесь надо делать ливневку и поднимать здесь дорогу. Рассмотрим сейчас проектную документацию. А ливневка какая здесь? Куда вода сбрасывается? На Курманово. А с той стороны на караван? На караванную. Здесь вроде разыполнка вещь. Если не зайдешь, то вода должна уходить. Акимобласти интересуются у градоначальника. Много ли домов сегодня подтоплено? Порядка 22 домов, где работа идет. 13 раз бочек работает. Здесь водопом по городу. Бригада сформирована. С сегодняшнего дня еще дополнительно дорожники присутствуют. Вчера по звонкам диспетерскую 290 звонков было заявок. 263 отработали. Остальные с утра отрабатывают. Тревожные сигналы поступают и повторно. Не раз за помощью обращались жители под горы. У нас топит. Не убрали вот эти вот канавы после ремонта дороги. Завалены все остатками бордюров. Старым асфальтом, щебнем. Без резиновых сапог по улице Потанина передвигаться сложно. Дорога размыта. Ерик Султанов проблему обещал решить. Вода здесь не только в огородах. Шесть домов уже подтоплено. В понедельник, в вторник все закончится. А это время мы будем откачивать. Посетил Аким области и заречный поселок. Оттал их вот здесь страдают каждую весну. По словам Ерика Султанова, основная причина сегодняшних ЧП – резкое таяние снега. И в этой зиму выпало в два раза больше, чем в прошлые годы. Только с улиц областного центра вывезли 550 тысяч кубометров. Одновременно нам надо все необходимые меры принять, чтобы оказать поддержку всем нашим жителям, которые оказались в этой зоне подтопления. Сейчас у нас работает 35 единиц техники круглосуточно по городу Петропавловску. Я думаю, что ситуация стабилизируется. Но мы сейчас видим, что есть много вопросов, связанных с хорошим или правильным отводом воды, с водоотведением или сливневой канализацией. Мы сейчас это все возьмем на заметку, и летом эти вопросы по окраинам будут решены. Большая вода пришла в село Донецкое Теншинского района. Там проживают 400 человек. Все там работают. Там необходимо сейчас раскрыть дорогу, то есть перекопать дорогу, чтобы сбросить воду. Дорога Тенша-Чкалова. Эти меры сегодня будут приняты. Но пока идет эвакуация людей. Три улицы допила, высота потока доходит до двух метров. Там серьезная ситуация. Все это идет из полей. Из населенного пункта эвакуировали 60 человек. Это больше двух десятков дворов. Всех разместили в сельской школе. Ирина Панфилова, Владимир Боровков. Новости МТРК.